Добрый день, это Тутбай ТВ. Сегодня мы собрались говорить о том, какое кино нужно Беларуси. Достаточно большой и представительной, компетентной и экспертной компанией мы сегодня собрались в нашей студии накануне объявления результатов второго конкурса Министерства культуры. Конкурс называется открытый республиканский конкурс кинопроектов на производство национальных фильмов и фильмов в рамках социально-творческих заказов. И я думаю, что это как раз повод поговорить о том, что же может быть создано в рамках и этого конкурса, и в рамках нашей страны в отрасли кинематографа. Я рада приветствовать в этой студии моих гостей. Начну, наверное, с противоположного краю. Людмила Петровна Саенкова в гостях у нас. Здравствуйте, Людмила Петровна. Здравствуйте. Людмила Саенкова, кинокритик, кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой литературно-художественной критики Института журналистики БГУ. В гостях также Павел Иванов, профессор кафедры режиссуры кино и телевидения Академии искусств в Беларуси, декан факультета экранных искусств, художественный руководитель творческой мастерской режиссуры ТВ и сценарист. Здравствуйте, Павел Владимирович. Здравствуйте. В гостях также Александр Левенчук, руководитель кинокомпании New Wave Production. Здравствуйте, Александр. Да, добрый день. Приветствую также Андрея Росинского, кинокритика и культуролога. Здравствуйте, Павел Владимирович. День добрый день. Галина Петровна Злобенко, сценарист, преподаватель Академии искусств у нас в гостях. Здравствуйте, Галина Петровна. Добрый день. И Андрей Курейчик, киносценарист, драматург, режиссер, сценарист известных российских фильмов «Любовь, морковь», «Юленька, ёлки», сценарист нашумевшего белорусского проекта «Выше небо», который, кстати, так и не увидел, пока публика не увидела на больших экранах. На больших экранах. Ну, я, если так, я буквально коротко и тезисно. Три для меня признака. Первое – это должна быть белорусская тема. Второе – это должно быть сделано белорусами. И третье – это должно быть для белорусского рынка, то есть для белорусского зрителя. В основном. Я не говорю, что мы должны закрываться, но вот три основных определения, которые во всем мире определяют принадлежность термина «национальное кино». Ну, мне бы хотелось, чтобы все помнили, что Беларусь, говорят о его ментальности, белоруса, но это не только лапти, что это глубокая и очень интересная история. И, конечно, мне бы хотелось позитива. Вот белорусское кино все-таки – это не только слезы. Это позитив. Должен быть. Это белорусская история, это белорусские ландшафты, это белорусские герои, белорусские маски, які присутничают в нашей культуре. Можно я так скажу свое слово? Вы знаете, понятие «национальное» как-то поднималось, я не знаю, в каких-то указах, постановлениях. Говорили о том, что такое национальное кино, и, по-моему, до сих пор ответа нет. То, что белорусское кино – это какая-то белорусская среда, белорусская тема, это однозначно. Но я бы добавила к тому, что говорил Андрей, это дух какой-то, какая-то атмосфера, какая-то среда белорусская. Возможно, вербально это не произносится, но мы всегда понимаем, что это национальная среда. Могут быть, я не знаю, горшки, плетенки, соломки и даже тема какая-то, по-моему, военная, а там белорусского ничего не будет. Я не забуду для меня весьма как бы показать на то, что когда-то давно был снят фильм грузинского режиссера Тенгиза Буладзе «Древо желания». Возможно, тут сидящие все помнят эту картину. Прекрасная национальная картина. И когда ее представили на Мельбурнском международном кинофестивале, то директор этого фестиваля говорит, спасибо вам, грузину, за то, что вы мне как-то показали жизнь, которая мне неизвестна, но которая мне помогает жить дальше. То есть это вот некое такое, вот воплощено в кино, которое является всеобщим достоянием. Пусть национальная основа, но каждый другой человек понимает, что это про него, это для него. Это не только, вот, мне кажется, вот, говорить о том, что белорусское, это только белорусы должны делать. Не совсем верно, вот не соглашусь с этой позицией. Но человек, который проникся духом этой среды, который может высказать какую-то идею на основе белорусского материала, вот это и будет национальное кино. Но оно будет понятное, доступное и принимаемо другими людьми, если оно будет высокого художественного качества. От пред души. Да. Скажите, а вот такие конкурсы... Денис, я хочу сказать, что для меня белорусское кино. Для меня белорусское кино, когда в России сидят люди в кинозале, смотрят и говорят, вот белорусы отмочили, вот это кино, наконец-то. Что там будет про белорусов, какой там будет дух, в чем они будут одеты. Разницы не имеет для меня никакой. Для меня имеет разницу, чтобы они сидели и сказали, вот, вот это белорусское кино, мы узнаем. Все. А все остальное мы можем насытить чем угодно. Вот такая мечта. За любой счет. Да, это мечта, это моя нормальная мечта. Белорусское кино в российских кинотеатрах. Вот для меня белорусское кино. Ну не в российских, в любой стране Европы. Пусть даже в самой маленькой. Они сказали, вот, смотрите, белорусское кино, вот кино. А все фильмы, которые мы снимаем, ориентируясь на россиян. Я вот все фильмы даже узнаю те, которые снимали мы. Но там написано всегда в газетке, я смотрю всегда газетки. Название смотрю, Россия. Даже Украина, когда снимаю, там написано Украина. Но ни разу я не видел, что было написано Беларусь. Беларусь до 90-го года. Вот все фильмы, которые там написано, Беларусь и я. Все. Вот это плохо. И вот для меня белорусское кино это то, что люди оценят как мастерство, как искусство. Вот белорусы, вот они. Сделали круто. Вот и все. Я присоединяюсь, наверное, вот. Значит, на мой взгляд, национальное кино, независимо от того, какой нации оно принадлежит, это общечеловеческая тема, раскрытая через призму именно этой нации. Вот хорошее кино. Вот и все. И понятное всем. Знаете, вот в продолжение все-таки вот этого вопроса о том, что такое белорусское кино. Ну, мы все свидетели того, как громко была принята картина «Лазницы в тумане». Да? И мы даже слышали, что это исключительно белорусское кино. И даже до такого абсурдного определения дошли, что фильм снял очень известный белорусский режиссер. Это мы как бы слышали. Но сам Сергей Лазница, как ни странно, говорит, а я-то снимал фильм не о белорусах. Во всяком случае, не только о белорусах. И не о Белоруссии. И вообще, может быть, тема войны – это как бы повод для того, чтобы сказать нечто о человеке, но это тема не только военная в этой картине. Понимаете, вот мне кажется, это тоже определение национальное. Хотя это национальный материал. Я просто, понимаете, размывание этих границ все равно национально тоже опасно. Потому что есть режиссеры, которые, да, снимают так, что в любой стране мира любой кинофестиваль дает им призы всегда. Потому что они сами по себе, такого уровня мастера, такого уровня личности, как Тарковский. Он мог во Франции снимать, он мог в России снимать, он мог в Швеции снимать. Но он снимал русское кино. В Швеции он не снимал русское кино. Там русская тема звучит. Она тут звучит, но это все равно некое такое. Если мы говорим, вот маленькая страна, Беларусь, в которой есть своя культура, язык. Почему маленькая? Нормальная страна? Европейская страна, Беларусь, в которой есть язык, культура, национальное самосознание, ну, хотя бы такие ростки его, да, назовем так, некая собственная эстетика. Вот мне кажется, в национальном кино вот это все должно подчеркиваться, как минимум. И главное, что национальное кино это зеркало нации. Там должно быть про нас, про белорусов. Да, прекрасно, если это понравится и россиянам, и японцам, замечательно. Но в первую очередь должно понравиться белорусам. Потому что пока пустые кинотеатры в Беларуси. Позвольте, я задам вопрос в продолжение мысли Андрея. Вот такие конкурсы, как проводит Министерство культуры второй год подряд, по развитию, направленные на развитие кинематографа, они вообще способствуют развитию белорусского кино? Вот, смотрите, можно я скажу? Вот, я второй год участвую в комплексе. Первый год так получилось. Ну, первый раз мы там дергали что-то, придумывали, немножко рассорились с партнерами, один сценарий заменили на другой, и наш сценарий «12 апостолов», авторский вариант, попадает со сценарием белорусского фильма по следам апостолов. Ну, естественно, мы не, ну, как бы, понимаете сами, о чем мы разговаривали. Мы не конкуренты белорусского фильма, хотя это уже у них было запущено, и как бы уже все готовилось. Значит, в этом году, вот про белорусское кино, мы подали, значит, специально, значит, фильм назывался, называется будет «Бабу», если он пройдет, Алена Калюнова, автор сценария. Значит, фильм про белорусскую простую женщину, которая спасает азербуржанскую девочку на территории Беларуси. И снова рассказывать ничего не будут, потом, если интересно будет. Вот тут вот и национально-белорусское кино, и померкованные белорусы, и отношения с другими нациями, и у нас же проживают здесь азербайджанцы, и татары, и евреи, тут проживает кто угодно на территории Беларуси. Это тоже являются граждане Беларуси, это белорусские люди. Про них тоже можно рассказывать, что это белорусская. И вот в этом во всем, значит, я не хочу, чтобы участвовала, допустим, какая-то российская страна за 30%, там туда-сюда, хватит работать уже на имидж российского кино, нам надо свое белорусское. И поэтому, значит, я решил так, мы подали 100% на национальное кино, оно должно быть свое, со своим режиссером, со своими авторами, со своим постпродакшеном. Со своими инвесторами. Со своим инвестором, со всем угодно. Вот почему во Франции, вот мне нравится, что такое французское кино? Там же тоже проживает, там в это французское кино, если три белых, остальные все смуглые ребята бегают. Но государство дает деньги, для чего? Чтобы американское кино и все другое не пришло. Потому что французцы, да. И там очень интересная система. Если я принес сценарий, его дают в банк, его отдают в Миссискультур, в департаменты, куда угодно. Все читают и говорят, вот на это мы дадим кредит. Все, и люди начинают снимать кино. Мы должны бороться, чтобы снять белорусское кино, потому что мы частники. Хотя указ президента, там четко все написано, что мы идем на одном уровне. И почему мы, у нас накладные расходы ниже. У нас есть свое оборудование. У нас есть все свое, и как бы у нас все будет дешевле. Ну, в пределах разумного, конечно. У нас людей меньше, не 800 человек, как на Беларусь-фильме, там масса людей, большие здания и все. Поэтому мы в этом году подали, посмотрим, что получится. Мы вообще закрыли все номинации. Мы закрыли дебют, закрыли комедию, закрыли детскую сказочку. Сказочка очень классическая еще. Она уже была выпускалась, у нас полет в страну чудовищ. Белорусского классика. Мы нашли этого классика, он работает в одном месте интересном. Значит, формировки белорусские. Он дал возможности авторских прав и все, но со сценаристом там нормально все. Почему частная компания не может снять сказку, не может снять нормальное кино? Почему должны тащить сюда русских? Это в этом вы должны убедить, насколько я понимаю. Я хочу рассказать. Вот хочу в камеру рассказать, чтобы Министерство культуры услышало меня. Я думаю, что Павел Владимирович как член комиссии, жюри, бывший член жюри этого. Значит, дело в том, что на самом деле те условия, которые я как-то назвал новой экономической политикой в кино, в белорусском кинопроизводстве, они на самом деле объективно хороши, нормально. Вот это отмечают даже те же российские инвесторы, так сказать, или участники, так сказать, кинобизнеса. Причем такие киты, как тот же Сильянов. Вот. И это хорошо. То есть можно работать. Другое дело, что есть субъективные еще некоторые причины, когда, предположим, зависит все от одного человека, от его желания. Кто этот человек, предположим, имеет ли он право с точки зрения искусства говорить, нет, это плохо, это хорошо. Вот мы, вот на этом как бы мы застряли. И поэтому, на мой взгляд, конкурс не выполнил тех задач, первый конкурс не выполнил тех задач, который ставил, предположим, не побоюсь громких слов, глава государства, когда подписывал этот указ. А вообще этот указ хороший, потому что я вот в прошлом году участвовал в международной конференции «Проблемы кинобизнеса» во ВГИКе, организованной ВГИКом. И там присутствовали очень многие участники именно кинорынка. Им очень понравилось то, что у нас сейчас произошло. Вопрос спорный. Могут ли участвовать там, так сказать, на 30%, на 20% или еще? К сожалению, мы сегодня не сможем уйти от так называемой кооперации. Чем больше скоперировано сторон, тем легче отбивается стоимость фильма. Сейчас по этому пути те же грузины пошли, они обязательно 5-6 стран участвуют. Это не самое плохое. Хотя должны быть фильмы национальные, которые на 100% снимаются. Вот я бы сказал, альтернативы конкурсу нет, в принципе. Потому что альтернатива конкурсу, мы видели, это просто перекладывание денег из бюджета Министерства культуры в бюджет Беларусьфильма. Денег налогоплательщиков, я подчеркну. Это неправильно. Конкурс – это правильное направление. Весь вопрос, является ли он честным. Вот это хорошее. Тут уж точно следует высказываться всем вам, поскольку вы эксперты в области кино. Я не участвовал ни в первом, не участвую в втором и не буду в третьем. Пока я не пойму, что там просто честно судят. Я пока не верю в это. Какие у вас есть основания полагать, что судят нечестно? Какие основания есть полагать? Ну, например, в принципе, вот Павел перестал быть членом жюри этого конкурса. В том числе, потому что там, внутри этого жюри, возникли вопросы. Возникли вопросы, каким образом в итоге все-таки определились победители. И несколько человек, и это все авторитетные люди, они высказали эти сомнения прямо. Что они считают, что все-таки там есть административный ресурс. Есть господин Карачевский, это первый замминистра культуры, который... Некоторые проекты, возможно... Я не могу это утверждать, потому что я там не сидел. Но вот, Павел может спросить, некоторые проекты, возможно, были выбраны не совсем коллегиально. Дело в том, что в условиях члены комиссии имеют только... Не имеют возможности, как это... Они только советуют. Но не решают. Но не решают. Вы знаете, тут очень правильно слово прозвучало, насколько честно там судят. Я, допустим, не могу... Я не являюсь членом тоже экспертом этого совета, и я не могу, не имею права усомниться как бы в порядочности, там, честности людей, которые принимают решения. Наверняка там люди тоже руководятся какими-то хорошими критериями, и отбирают какие-то хорошие достойные сценарии, которые видны и заметны. Но на каком-то этапе, уже вне, мне кажется, этого совета, где-то вот в кабинетах происходит сбой. Вот это называется, может быть, коррупция в области кинематографа. Но, вы знаете, я не, повторюсь, не являюсь членом экспертного совета, не знаю, как там все проходит. Но судя по тому, что ставится, и какие сценарии все-таки доходят до производства, конечно, что-то дело тут нечистое. Но я, сейчас, Андрей, извините, но я вспоминаю свой опыт, когда я была членом худсовета киностудии, это было давно, и я не забуду такой эпизод из этого своего, из этой практики. Был такой замечательный режиссер Михаил Екжен, который делал хорошее игровое кино, и потом как-то неудачно сложилась его судьба в игровом кино, он ушел на Бел-видеоцентр, там делал документальное кино, но, к сожалению, он сейчас ныне покойный. Его страстью жизни, его желанием, постоянным его вот это вот жаждой было поставить ладью отчаяния Короткевича. Он писал синопсис, он написал прекрасный сценарий. Но вот все шло к тому, чтобы ему дать постановку. И на том, из худсоветов, мы рассматривали заявку на сценарий, прекрасная заявка, и он горел этим. Вот видно было, что дайте ему снять вот то единственное, к чему у него сердце лежит. И решено было дать. Все, вот снимайте. Прошло время Миша Екжен остался без постановки. И этот синопсис потеря. Вот что-то переплелось, где, когда, кто, кто, невозможно. Это вот тот субъективный фактор, который зачеркивает все объективные плюсы. Не просто субъективный фактор, просто есть бюрократичная машина, якая працует на холостом ходе, якая абсолютно замкненная сама на себе, ни с воротных совестью, ни с громадством, ни с кинематографом, в уголе, ни мага. Это просто списывание грошей. Тогда какой критерий есть у тех людей, которые отбирают сценарии, которые завершили? Другие. Вот такие, чем они руководятся? Я до чего не вышла. Мы можем. Критерий, я до чего не вышла. Я сама сценарист, но я редактор фильмов с огромным стажем, более 30 лет. То есть я считаю, что на сегодняшний день институт редактора у нас не существует. А ведь все-то идет оттуда. Сначала ищутся темы, и редактор должен настолько растворяться в своем произведении. И вот я каюсь, прилюдно, значит, имею отношение к похороненной, блестящей работе. Я вам скажу, как редактор Павла Владимировича Иванова, значит, я собственными руками отнесла на Беларусь фильм. Почти два года уже назад сценарий, четырехсерийный, наверное, играли мальчики в войну. То есть то, что он профессиональный, да, то, что он белорусский. Без сомнения, по всем параметрам, перечисленным Андреем и всеми коллегами вместе. Самое главное – это экшен, то, что нужно нашей молодежи. Массовая аудитория. Массовая аудитория, да, воспитательная. Играют как бы в войну, а кто выигрывает и проигрывает – уважение к ветеранам. Глубинка, деревня такая сочная, элементы даже есть, ну, скажем, комедийные, потому что взаимоотношения. Знаете, я когда его читала, я вспомнила, значит, наши блестящие фильмы «Девочка ищет отца». Да, немножко, но это мне больше всего надо… Кеосаняна… 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 Да, как он назывался? Неуловимый мститель, что ли? Да, неуловимый мститель. Вот это да, я вот чувствовала в нем напор. Я с такой радостью отнесла, я его представила. Мне устроили такое шоу, вызвали редактуру, сказали, без сомнения. Все! Сценарий нет. Он, по-моему, даже и не добрел до участия в курсе. Да, это такое шоу, пережил свое. Нет, мы его подавали, мало того, что российская сторона готова была вложить до 600 тысяч долларов в этот проект. То есть был инвестор с демонтированием. Да, причем с гарантией проката по одному из двух ведущих каналов российских. То есть сразу как бы окупаемость была и все. Вот тут вот сыграл субъективный фактор, когда одному… Вы объяснили вот все-таки? Да, вы знаете, где сбой произошел? Нет, ребята, я звонила. Ну вы представляете, все-таки я работаю вместе. Потом мое, извините, еще и творческое. И, собственно, человеческое кредо, если я отдала, мне должны хотя бы ответить. Мне сказали через день, через год, через полгода, потом сказали, а мы не обязаны отвечать. Все. Вот это все… Где сбой? Да, где сбой? Вот это важно понять. Отвечу. Значит, мы имеем в прошлом «Монополиста» большую киностудию, которая называется «Беларусьфильм», которая работает 800 человек, которая сейчас в полуаварийном здании, которую надо полностью-полностью реконструировать, и которую надо обеспечивать работой. Потому что это 100% государственное предприятие. И поэтому понятно, что правдами, неправдами, чтобы не допустить социального взрыва, чтобы не допустить остановки там производства, перетягиваются туда абсолютное большинство проектов. Вроде объявили на равных, частники и студия. Частники говорят, мы эффективней, мы можем снять лучше, дешевле, а интереснее, быстрее, отчитаться, продать туда-сюда, дистрибьюция. А те говорят, подождите, ну хорошо, а что вот у нас там… Это же наши 800 человек. Да, да, 800 человек, конечно, что без света будут сидеть в аварийном здании и ждать, пока частник сам себе в карман положит денег. Поэтому тут надо принимать некое генеральное решение. Или делать как мосфильм. Вот как? Как мосфильм – это кинофабрика. То есть она предоставляет услуги всем остальным режиссерам, частным компаниям. Там тысячи офисов, да, тысячи офисов. Сам мосфильм фактически ничего не производит. Одну картину в два года. Что-то такое. Но там все производится. Сидят вот компании, фирмы небольшие, и все производят. На мощностях, в их павильонах, на их камерах. Так это вообще мировая практика. Американцы так существуют. То есть камень преткновения в развитии белорусского кино – это Беларусьфильм? Нет, подождите. Вот к этому разговору вопрос был. Вот, допустим, я все про конкурс не успокаиваюсь, потому что меня это волнует очень сильно. Прошлый конкурс. Сколько Беларусьфильм взял проектов? Все практически. Практически все. Что запустилось? Результаты, да. Результаты какие. Я предлагаю другую. Если вы не можете запуститься, у вас нет каких-то возможностей, нет людей, потому что люди с удовольствием с Беларусьфильмом придут работать ко мне. У меня спокойно, у меня не напряжно. И платите. Ну, платите, слово «платите» – это, ну, как бы, оно подразумевает. Ну, понятно. Потому что без денег ничего не бывает. Да люди получают максимум комфорта и максимум… Я даже сейчас построил себе костюмерку специально. У меня большая костюмерка в подвале для того, чтобы, ну, как бы, не обращаться никому. Если можно было оружейку, я сделал бы оружейку. Но это нельзя, собственно говоря. И вот тогда у меня другой вопрос. Я хочу прийти на блогфильм и сказать, ребят, если вы не можете запуститься, давайте вы будете продюсировать меня, следить за мной. Там деньги. А я буду спокойно снимать и вам потом… Продукт отдавать. Отдам продукт, я отдам вам деньги оставшиеся и все остальное. И, может, еще, когда начнется сбыт моей продукции, я еще принесу вам прибыли какие-то. Почему так нельзя? А вы предлагали такой вариант? Я хочу такое предложить вот в данный момент. Но это невозможно сделать. У нас же таких частных кинопроизводителей есть в Беларуси достаточное количество. Очень качественные, нормальные люди. Кто-то нашел свою нишу, как, значит, Media Prof Production, который выпускает там сериальщики. Они выпускают, они заняли эту нишу, они нанимают людей, люди получают зарплату, это очень хорошо. У них есть. Нет, у меня другое ужасает, что, понимаете, вот вы там можете заниматься сериалами или чем хотите, это ваш личный бизнес и деньги. Да, конечно. Но если тратятся деньги налогоплательщиков, то есть вот у всех бабушек собирают, у всех собирают налоги, мы все платим акцизы, НДС и так далее, и эти деньги, вместо того, чтобы быть потраченными на национальный культурный продукт, национальную культуру и искусство, тратятся фактически на бизнес российских телеканалов, на эти же сериальщики. Вот это я не могу понять. Вообще, в результате прошлого конкурса, проведенного Министерством культуры, кто победил и где результат? Победил Беларусьфильм. Беларусьфильм практически везде. А вот где результат? А результат еще будет, кино медленный процесс, мы посмотрим, конечно, на результат через несколько лет. У нас уже был такой опыт собственного производства Беларусьфильма и, допустим, Белтеля радиокомпании «Украдь Бельманду». Такая интересная сага. И, кстати, ее знаменитый прокат по кинотеатрам. Ну, просто там, вот я говорю, на что, и это государственные деньги, вот наши все, мы, так сказать, вложились в эту картину, сейчас все подняли руки, ну да, ну не принесла она прибыли, принесла 100% убытков, извините. Можно я скажу, да? Вот наша компания, ну я буду про свою компанию, я про свое больное. Мы единственная кинокомпания на посредственном пространстве, которая умеет снимать зомби-хорроры. Вот последний фильм, значит, про зомби мы сняли, очень хороший. Мне кажется, Беларусьфильм про зомби, который снимает. Он уже в Лос-Анджелесе был на фестивале там по продажам. Сейчас в апреле будет его, значит, прокат в России начнется. Чему научили российские люди, которые к нам приехали? Там приехали не просто люди такие, которые разово. Приехал кем-нибудь лучший супервайзер там в России, он из-за границы работал до сюда, и начинаются съемки фильма с того, что раскадровщик, супервайзер, прокатчик с нами, с первых дублей, прокатчик, который четко понимает, куда это все пойдет. Кино снимается с двумя финалами. Один финал для российского потребителя, а другой для американского. Для американского мы снимали, приехал Хаббер, пусть камера вылез Путин с Бушем, мы с пулемета расстреляли там всех, освободили главных героев. Круто, все. Для русского там по-другому потребитель. Дело в том, люди понимают, что они хотят, зачем они приехали. Они посчитали каждую копейку. Если они приехали в Беларусь, они не приехали за того, чтобы они приехали, во-первых, они набрали специалистов. Мы в этой отрасли лучше. Мы научились даже делать кровь из пищевого красителя индийского. Приехал там, настраиваться, он его потрогал, так понюхал. Вкусно, приятно, на площадке хорошо пахнет, и кровь реально настоящая. Это белорусы придумали. Ну, я говорю, вот, пожалуйста, возьмите себе баночку. Баночку. По поводу того, как бы окупается, не окупается белорусское кино, которое делается. Все прекрасно понимают, что ни один фильм, который создан в 21 веке на Беларуси в фильме, игровой имею не принес никакой прибыли. Абсолютно. Но самое интересное, что это вообще тема запретная для обсуждения, для критиков. Это запретная информация, закрытая информация. Я писала большую статью для Института культуры. Они издавали такой большой сборник киноиндустрии или кинематографа «20 лет развития». И я обращалась к господину Коктышу с одним вопросом. Вот эти какие-то данные, как прокатывается белорусское кино, все-таки интересно, что там получается. А он говорит, я не имею права. А почему вы не имеете? А что, закрытая тайная информация? А вы что, хотите, чтобы меня с этого сняли потом? Потому что все прекрасно понимают, что каждый белорусский фильм идет в абсолютно пустом, либо полупустом зале. На моей памяти был один случай, когда зрители приветствовали белорусскую картину. И я поняла, что здесь сказалась тоска зрителя по своей какой-то теме, по какому-то материалу, который близок. Это была картина Анастасия Слуцкая. Не с самого высокого качества художественное произведение, но массовый зритель, массовый зритель приветствовал полным залом. И я даже присутствовала не на премьерном показе, когда зрители после каждого сеанса аплодировали этой картине. Это был единственный случай. Массакра еще пришла при полных залах. Массакра была премьерным показом, и там были полные залы. Потом все это пошло на спад, на спад, на спад. А Анастасия Слуцкая до сих пор вызывает интересы. До сих пор. Вот это феномат. Вот про 21 век. Сейчас кино можно собрать на коленях. Макбук, камера. И не надо вот этого всего... То, что вот и мы сделали, по-моему. Да. Вот Андрей, он собрал кино на коленях. Но он взял кино за тысячу долларов. Какой макбук? Тысячу долларов – это иллюзия. Ну, это, конечно, не кино, это иллюзия. Это не кино, это иллюзия. Кино должно стоить денег. Но на самом деле, организация кинопроцесса у нас отстает, я думаю, что на много лет. Потому что так, как происходит у нас именно когда мы снимаем свое кино белорусское, оно почему-то, наверное, делалось так, может быть, в советское время, когда полтора года там могли снимать. В среднем, там, два года, три года даже иногда. А на самом деле, вот я там столкнулся случайно сейчас с Казахстаном. Там снимали, кстати, национальную картину по моему сценарию. Национальную какую? Казахстанскую? Нет, нет. Они взяли общечеловеческий сюжет мой, который понравился. Вот. Выбрали из всех. Вот только это надо. Мы согласны. И я им написал 20 серий. За два месяца. Значит, за... Они параллельно начали уже готовиться. И в результате, вот смотрите, в августе я начал писать, а сейчас 10 января уже идет премьерный показ на главном телеканале. Ничего себе, да. Понимаете? И стоило эти 20, сейчас скажу, серии 700 тысяч долларов. Причем был объявлен тендер. Выиграла небольшая компания. Как бы кинокомпания частная, она одна из успешных, алматинская. Вот, пожалуйста, вот этот вот результат, если мы хотим, как бы, немножко его приподнять на наше кинопроизводство, но это как пример. Не надо огромных денег. Абсолютно верно. Уже доказано в мире, вот листопад наш Минский международный фестиваль подтверждает это. Приезжают фильмы малобюджетные. И видно, что тут денег немного вложено. Но это такое качественное кино, которое не стыдно представляют на любом крупном международном фестивале. Качество фильма, оказывается, не зависит от количества вложенных денег. Все зависит от уровня команды. Можно я сейчас скажу? Мы сейчас делали ролик новогодний для Warcraft, как они называются, эти танкисты наши. Wargaming, Wargaming компания. Хорошая компания, мы для них делали новогодние роли. И нашему оператору захотелось, значит, Ари Алекс, камеру. Он говорит, я умею, хорошо. Ну, нашего партнера не было в Беларусь, он уехал. И мы обратились в Беларусь, фильм, камеру. Значит, камера, мы заплатили 1000 долларов, ну, в белорусских рублях это мы с расчета. Он дал нам объективы Ultra Prime. Мы не собираемся на пленку это все переводить. Плюс это все, и двух человек, значит, но с одним условием. Вот у нас смена, мы хотим в одну смену вложить, там, 12-15-16 часов. Мы готовы работать, чтобы закончить продукт, и завтра к нему не возвращаться. Камера дается с людьми на 8 часов в прокат. Не на сутки, вот как у нормальных людей. Это точно норматив. Норматив, и что нам делать дальше? Вот 8 часов мы забрали их с Беларусьфильма, камеру, забрали людей. Я согласен платить им деньги, я согласен с ними работать. Камера хорошая, все отлично, и люди классные, специалисты хорошие. Но 8 часов против наших 12-15, все, потом доплаты, 5-10, вот, ну, поэтому вот такие деньги. Но железо не может стоить 1000 долларов в прокате на 8 часов. Не может просто, ну, физически. А мы идем к нашему партнеру, который, Саш, заплати мне там 350 белорусскими безнадежными деньгами, я тебе дам с собой механика и эксплуатирую его, потому что я понимаю, что это кино, это надо. Все, я говорю, только единственное, там потом дам на такси день, чтобы он уехал ночью домой, если мы будем задерживать. Он хорошо, без вопросов. Но мне кажется, самое главное, все-таки определение, кто определяет тематику и содержание представленных сценарных заявок и работ. Вот, вот, все отсюда идет, начинается, либо топится на самом начальном уровне, или какие-то, как говорят, непонятные игры. Сейчас, Андрей, я закончу. Или же это какая-то, вы, извините меня, уже преднамеренная какая-то, так сказать, может быть, рассчитанная или прописанная игра. Будем надеяться, что все не так плохо. Ну, да. Скажу, имея отношение к документальному кино. Белорусское документальное кино, оно мирового уровня. И анимационное, и анимационное, и красное. И анимация прекраснейшая. И, видите, не поднимается, как бы, проблема. Да, она есть и техническая, и творческая, но там есть очень крепкие сценаристы, очень хорошие режиссеры. И, по большому счету, большие, такие уже, не большие, а такие крепко сложившиеся коллективы, что очень важно. Ищут все, все участвуют, и все сопереживают. Они просто выставили, там, какие-то такие, скажем, и наблюдают со стороны. Это тоже важно. Да, Андрей, вы давно говорите. У нас не доверяют абсолютно приватному предпримальнику, приватным продуссерам. А без этого просто не запрацуют кинематограф, як таковы. И, вот, поведите, оккупация, вздымалась с студии навигатор. А приватники, она будет ориентироваться на жанры, які запотребованы. А белорусские жанры могут быть абсолютно уникальные белорусские жанры. Вестерн, например. Шлихетский вестерн 17-го стагути, альбо контрабандистский вестерн 20-х годов, альбо мафия, авартурная комедия в заходной Беларуси, где не советская заходная Беларусь. Комедия, мелодрама. Это вот указ и конкурс, они изначально этого и хотели. Вот в чем дело. А как можно говорить, допустим, вы говорите, что будем надеяться, что все хорошо. Ну, вы, наверное, больше оптимист, чем я. Ну, может быть, потому что я не так близко знакома с темой. А как можно надеяться на лучшее? Вот если, скажем, вот я прочитала очень хороший сценарий. «Забранный край», Алены Калюновой тут упоминаемый. О, не только о Янке Купале, а вообще вот об этой виленской среде, где формировалась вот эта литературная, вот эта суполка белорусская, где дух, значит, интеллигенция формировалась. Вот такая творческая среда была. Потрясающий сценарий. Ну, казалось бы, вот, берите на национальное самосознание, и оно сейчас ложится и на массовой аудитории, и будет востребовано. И вдруг один из людей, который имеет к этому делу прямое отношение, говорит, да кому оно надо? Это ваше национальное, и дальше я уже не продолжаю. Но я скажу, здесь вилка, она вилка экономическая. Почему? Потому что если «Беларусьфильм» не будет в принципе приносить хотя бы каких-то денег, к ним придет комитет госконтроля и спротив. Правильно, но это тот случай, когда можно за национальной темой увидеть и коммерческий успех. Не надо никакого коммерческого успеха видеть за национальной темой. Должно быть два, все равно, как во всем мире, два варианта кинематографа. Никто не требует от Сокурова, который потратил 7 миллионов евро на своего Фауста, чтобы, так сказать, он принес обратно эти 7 миллионов евро. Но он окупается всегда, он всегда почти окупается. Он, кстати, купается годами. Вот такое кино хорошее, как и Тарковский, он год за годом, 20-летиями, 30-летиями приносит деньги. Но это другое кино, и никто не требует сразу отдачи от него. Если есть потрясающий для нас культурологический момент, надо делать такое кино. Есть кино коммерческое, которое требует отдачи постоянной, немедленной, все просчитано, бизнес-план и так далее. Пожалуйста, да. Но это два абсолютно разных. Поэтому, допустим, в России даже два органа этим занимаются. Есть Министерство культуры, которое занимается артхаусным, детским, то есть неокупаемыми видами кино, дебютами. И есть фонд кино, который дает деньги на коммерческий кинематограф. Это логично. Андрей, абсолютно правильно, я согласна с вами. Но, опять же, нынешний руководитель, когда пришел, как говорится, в это кресло, первое, что он сказал, артхаусное кино нам не надо. И я понимаю, потому что мне кажется, снимать артхаусное кино, вот если этот термин вообще приживется в Беларуси здесь у нас, большая роскошь. Большая роскошь. Все небольшие европейские страны снимают только артхаусное кино. Финляндия, Румыния, Словения. Но, мне кажется, чего не хватает студии, это какой-то службы, которая бы все-таки просчитывала, вот что надо сейчас, какие жанры, какие стили, какие темы, но чтобы был просчет. Все это в пустую делается, все это как с потолка. Невозможно просчитать было фильм Лозницы про трех партизан, которые бродят по лесу. Это невозможно. Нет, Лозница просто, минуточку, Лозница просто так не взялся бы. Ему бы не позволили страны, которые за ним встали. Что значит не позволили? Там никто не позволяет. Там инвестиции такие пошли, что если бы не было уверенности, что этот фильм принесет доход, не вложили бы в эту картину. Во-первых, он еще не принесет никакого дохода. Он вообще не был нигде в прокате. Ничего подобного. Он был на нескольких фестивалях только, да? Он в прокате не был. Он еще и принесет ли, непонятно. Ну, принесет, потому что не было бы тогда... Паус вообще не был в прокате. Не было бы таких вложений в эту картину. И таланта одного мастера маловато. Обязательно есть служба, которая все четко просчитывает. И какой сценарий должен быть? Я разговаривал с его продюсером. Вся служба – это Лозница и его продюсеры. Вот и вся служба. И эта служба умеет подавать документы на гранты, европейские, немецкие, голландские. Приехали сюда, попросили у Беларусьфильма. Беларусьфильм сначала сказал «дам», потом резко уменьшил свое участие. А теперь ходит и говорит, что мы так-то... Вот представьте такую картину, да. Если бы в комиссии, в Министерстве культуры, сидели, ну, не люди творческие, а сидели бы экономисты, маркетологи, юристы хорошие. А если бы они сидели все вместе? И обсуждали... Давайте сценарий тогда. Ну, а сценарий... Тут момент такой очень серьезный. Маркетологи, ну что? Понимаете? Ну, вот смотрите. Ну, на киностудии есть служба маркетинга. Ура, в школу. Всегда ответственный один человек. Он называется «продюсер». Конечно. Никакие не маркетологи, не некие продюсеры. Вот этот продюсер и просчитывает все. И какой сценарий, и что в сценарии, и какой подъем. Но это один человек, это никакая не служба. Но это просчитывается. А у нас ни того, ни другого, ни третьего. Уважаемые гости, чтобы не задерживать всех вас, я хотела бы просить вас сейчас высказаться относительно того, какие результаты конкурса этого года вы прогнозируете и ожидаете. Что-то поменяется в сравнении с годом прошлым? Ну, если я как бы не в этой комиссии, то как можно прогнозировать? Я, допустим, не могу сказать. Я не в этой компании. И не оптимист. И не оптимист. Вот тут точно нет. Знаете, что я буду, наверное, оптимистом тогда, когда я войду в здание киностудии, и я увижу какую-то студию. А пока я вижу развалины. Каждый новый директор приходит, начинает с того, что делает ремонт. Этот ремонт длится уже, на моей памяти, десятилетие. И авосы ныне там. И пока из этого сарая не сделают что-то более-менее презентабельное, я не смогу быть оптимистом. Ну, я лично давно перестал надеяться на господдержку, хотя это необходимый элемент, и дай бог, чтобы заработала вся эта система. Но, думаю, на ее отладку понадобятся годы, если не десятилетия. Если не десятилетия. Учитывая, что бюджет культуры постоянно уменьшается, и в этом году будет уменьшен еще достаточно серьезный процент. Ну, потому что деньги нужны на что-то другое, не на культуру данную. В год бережливости. Вот. Поэтому я считаю, что наше спасение — это независимое кино. Вот я об этом убежден абсолютно. В прошлом году было три фильма. Да. Это «Вышенеба», который, несмотря на все приключения и все конфликты творческие, которые у нас там с заказчиками, тем не менее является образчиком, классическим образчиком независимого национального кино, который подпадает абсолютно под это определение. Он сделан для белорусов. Мы не оглядывались ни на каких, ни россиян, украинцев, поляков. Для белорусов с белорусским языком. Он сделан белорусами и только с белорусскими актерами, без всяких этих второсортных российских звезд, которые тянут у нас на каналы. И он сделан о жизни современной молодежи, Минской, конкретной Минской. Там можно узнать город, там можно узнать этих людей. Это про наше поколение. Это наше зеркало. Это настоящий национальный проект, я думаю, единственный в прошлом году. Кроме этого было два прекрасных независимых фильма. Ребята просто сняли. Кирилл Нонг, пожалуйста, взял, снял. Сколько это стоило, уже второй вопрос. Как он там всех обхитрил и набрал кучу техники, и на вертолете летал, и то, и сё. И это всё две с половиной тысячи долларов. Ха-ха-ха. Да, но, так сказать, ну обхитрил и обхитрил. Ладно, но снял же кино. Мы готовы просить. Оно останется. Нас не будет, а кино останется. И я считаю, что, абсолютно прав, коллега, что сейчас это не так дорого, как раньше. Конечно. Сейчас вот фотоаппарат, несколько камер, ноутбук, твои однокурсники, друзья, товарищи, машины твоих друзей. И хороший сценарий. И суперхороший сценарий. Как это делают сейчас? В чём проблема? Рената Решзинова, как делает сейчас, Вырыпаев, как делают все остальные, как делает новая волна российского кино. Как сделала Гагерманника со своим первым фильмом. Вот, ходил, и вот так вот трясли эту камеру, что-то там, да, подростки друг друга поливали, колошматили, и всё. А кино есть? Кино родилось, режиссёр родился. По первому каналу сейчас снимают... Можно я скажу? Да. Я буду участвовать в конкурсе каждый год. Из принципа? Нет, я хочу показать, что независимое кино, независимая компания имеет право жить. Если разум возобладает, и мы получим хоть какие-то деньги на что-то, мы покажем, что мы умеем. Реально умеем в новой ситуации создавать новое кино. А вот ты страшно ведь сказал. Вы понимаете, что вы сказали страшно ведь. Если сейчас окажется, что частная компания эффективнее Беларусьфильма... Я хочу это показать. Что? Так я хочу это показать. Тем более, если цена вопроса, которые там дрежда, ниже, чем прежде. Это не будет страшный удар. Тогда Беларусьфильма не закрывает. Очень, не зачем, не надо. Пусть это будет фабрика. Пусть это будет фабрика. Я снова принятую фабрику, скажу, дайте мне ваших павильонок поснимать, но не за такие деньги, что я еду за город и снимаю воинскую часть для съёмок фильма. И мне достаточно. И вот такой павильон кусочек. Так и, Александр, если цена вопроса, кино вопроса сегодня намного ниже, чем прежде, то в чём проблема? Я скажу, в чём, вот мы считали сметы, мы же должны подавать заявку со сметами. Мы сидели две недели честно, кропотливо, высчитывая курсы, потому что люди в беларусских рублях непонятно когда. Считали технику, считали людей, считали заработные платы, привязываясь к указу президента. Мы не нарушили ни грамма того, за что можно зацепиться. Единственное, можно зацепиться и сказать, что Алёна Кулинова плохой автор. Но этого никто не скажет. Нет, Алёна Кулинова. У меня язык вообще не повернётся. Мы с ней в хороших отношениях, мы дружим, она дала свой сценарий. Или какой-то ещё. Или произведение Скобелева не подходит нам, потому что это классика белорусская, от этого никуда не уйти. Мы написали уже там досконально всё. Там нет таких цифр, за которые можно слетать в космос и вернуться обратно. Нет. Вот я буду каждый год участвовать. Я хочу всё равно один раз, за 10 лет, как Андрей предсказал, может быть, за меньше, получить возможность белорусской независимой кинокомпании снять кино. И чтобы видели... За деньги налогоплательщика. Именно за деньги налогоплательщика. Нет, он-то как раз отдаст, понимаете. Отчитаться, отдать и пригласить... Я же не... По новой системе с прокатчиком, и даже я разговаривал с Sony Pictures, с людьми. Здесь у нас есть очень хорошие прокачки, которые... Как они там... Забыл. Universal. Люди нормальные, люди адекватные. Они говорят, давай, давай. Вот с начала съёмок мы с тобой. Начинаем. Мы будем рядом руководить. Я вот в этом году закрылся номинации. Я хочу получить хоть один раз, чтобы люди посмотрели, что независимая кинокомпания может правильно, без всяких дел, не привлекая российский капитал и актёров российских, которые там вытягивают своими гонорарами. Ну просто, чтобы люди понимали, да, вот российское то кино, которое мы смотрим, и Герман, и Сокуров, это всё делают частные компании. Конечно. Это делают частные компании на государственное финансирование. То есть любой, вот возьмите любой фильм, первый титр, и посмотрите, кто его производит. Там будет частная компания. Я с удовольствием буду работать и с редактурой, и со всеми, кто только мне будет помогать. Это будет очень... Вот это будет национальное кино, белорусский национальный проект. Когда мы собрались и с полкой своей, и решили, ребят, давайте сделаем нормальное кино. Вот тогда это будет... Вот я готов за это, значит, подписаться и сказать, дайте денег, будем разбираться дальше. Найдите на незалежных вытворцов, які створать белорусское кино, які створать белорусские жанры, и эти жанры будут золотыми жилами. На самом деле, смотрите, бульба-форрор, бульба-муви, бульба-вестерн. Да, значит, я всё-таки хочу вернуться к изначальному нашей теме, которая меня волнует. Какое кино нужно? Да, какое кино нужно? Мне кажется, вот мы сегодня говорили о том, как проходил конкурс, как проходит следующий. Мы назвали авторов, мы назвали режиссёров, мы назвали возможности и жанры. Так пусть, я надеюсь, что нас услышат, и, может, в следующую программу вы пригласите тех, кто решает судьбу. Вот это было бы очень понравилось. Это было бы замечательно. Задать им вопрос, почему не проходит? Где сбоит? Да, тем более, что мы уже в курсе. Нет, у них-то ничего не сбоит, они скажут, у нас ничего не сбоит, может, у вас что-то сбоит, но у нас конкретно всё хорошо. Всё-таки можно делать, так сказать, диалог, и вот сейчас наш монолог, чтобы они услыхали и всё-таки, ну, дали ответ, не говорили о том, что мы не обязаны с вами. Вот я скажу, я помню, мы даже это поставили там где-то в эпиграф, когда начинали «Выше небо» слова Павловича Латушки, так сказать, прекрасного бывшего министра. Он сказал, что Беларуси нужно кино о современных беларусах, да, и что-то там так он красиво выразился, что это должна быть белорусская тема о современных беларусах. Вот, ну, сейчас он во Франции, а что нужно новым вылезать. Можно добавить, что не только о современных беларусах. Беларусская тема-то не только о современных. Нет, это понятно, но я к тому, что культурный слой, который мы через кино создаём, он должен быть отражением нашей жизни. Вот, очень важное слово, культурный. Правильно. А вот в кино беларусском, вот с этой частью напряжёнка, с культурой. Но мы всё-таки от инвестиций отказываться никогда. Нет, не на бизнес. То есть, нет, несколько раз прозвучало, что только наши деньги, только наши деньги. Нет, ну что вы, что вы, нет. Деньги они как бы национальности не имеют. Просто, понимаете, в чём надо один раз показать, как надо, как можно. Как можно. Как можно. Оно будет как надо. Не так, как вот, как всегда. Вот как можно, можно вот и так, и вот так, и вот так, и вот так. Потому что, вот понимаете, в чём вот нюанс происходит, да? мы готовы и специалисты есть и все и вот мы все стоим ждем от 20 числа все мы ребята мы и мы поспорим на спор да вы на кинокомпании пола поставили кубышку положить на деньги решили спорить что выиграет я работаю на другой они не верят я верю нам даже интересно но я скажу что мне хотелось бы верить в то что второй конкурсом пройдет несколько все-таки по-иному может быть ну вот благодаря тому что я обратил внимание на самый важный момент может быть с появлением нового министра культуры который не чужой к кино и кино ему знакомо может быть все таки все пойдет несколько по-иному я на это надеюсь ну да потому что мы просто все-таки имеем такой мизерный бюджет вообще на кино что распылять его на какую-то фигню это просто преступление а у меня оптимизм все-таки появился до появился и прибыль потому что когда я слушаю независимого продюсера да я понимаю что все таки процесс пошел и вот эти всякие ручейки от независимых компаний они все равно сольются где-то на одном месте это будет это будет это случится и есть основания и процесс вот заявляются творцы не откуда это массовый процесс пошел на этой оптимистичной ноте надо заканчивать да да галина петровна связи с тем что я преподаю и в академии искусств и читаю в бгу и сейчас курс вот который вел свое время андрей курейчик в университете культуры и искусства четыре человека на четвертом курсе драматурги сценаристы перед дилеммой никуда никому не нужны никто нас не знает а у нас есть и что делать я считаю что вот их и наши сколько у нас нет но это другая тема я скажу хорошему нет хорошему сценаристу если он талантлив он всегда будет воспринимать надо учиться ну вот надо учиться берем себе на практику они начинают рабочими на площадке мы пишем по владимиричу такую писицу где написано мы их забираем за то что мы его извиняюсь что не могут там зачетки то не у нас там в это время когда я благодарю вас всех за то что вы пришли и так живо откликнулись на предложение говорить о том какое кино нужно белоруссии надеюсь что на следующей нашей встрече у нас будет больше оптимизма если я выберу с меня банкет я напоминаю что в этой студии моими гостями сегодня были людмила петровна саинкова кинокритик кандидат филологических наук доцент заведующая кафедрой литературно-художественной критики института журналистики бгу павел владимирович иванов профессор кафедры режиссуры кино и телевидения академии искусств беларуси декам факультета экранных искусств художественный руководитель творческой мастерской режиссуры тв и сценарист в гостях также были александр левенчук руководитель компании new wave production благодарю вас александр андрей россинский кинокритик и культуролог галина петровна злобенко сценарист преподаватель академии искусств благодарю вас галина петровна и андрей курейчик кино сценарист драматурка режиссер сценарист известных российских фильмов и сценарист самого нашумевшего белорусского проекта кино проекта выше неба я благодарю всех кто был сегодня с нами и надеюсь что о кино мы сможем говорить еще и еще